Зачем с того, что вы стали прятать свои часы? Раньше вы их забывали на каминной полке, на столе, на буфете. Допустим, вы боитесь моих посетителей. Пойдем дальше. Раньше вы выписывали Таймс. А теперь Дэйли Ньюс. Почему? Да потому что там печатается объявление о сдаче квартир в наем. Вы собрались съехать, съехать собираетесь. И еще, в последнее время вы стали запирать дверь на ключ. Раньше он всегда торчал снаружи, а теперь внутри. Из этого я заключаю, что вы боитесь. И боитесь именно меня. Поначалу меня это забавляло. С одной стороны. Но с другой я понимал, что пора объясниться. И для последнего разговора вы приготовили револьвер. Веблис-код 38. Армейский, если я не ошибаюсь. Ну, конечно. Я должен вас поздравить, Ватсон. Вы сделали, в общем, правильное наблюдение. Вы ошиблись только в знаке. Нужно было поставить плюс, а вы поставили минус. Я действительно имею прямое отношение к преступному миру. Я сыщик. Сыщик. Да, конечно. Ну, конечно. Мистер Холмс, успокойтесь. Мистер Холмс. Ну, пейте, пейте. Вот так. Конечно. Как я мог не догадаться. Воеватсон типичный правоверный англичанин. Мы англичане консервативны и не любим перемен. Любой человек, который отличается от нас по образу мысли и жизни, уже кажется нам жуликом. Я должен был вас разгадать в первый же день. Эти опыты с гемоглобином. Ватсон, люди вообще очень ненаблюдательные. Все погружены в себя. Да. Но и о себе люди очень мало знают. Вот вы, например, Ватсон. Вы можете сказать, сколько ступенек на лестнице у нас в прихожей? Восемь. Сколько? Семь. Десять. Десять. Первая скрипит. На седьмой два года назад меняли доску. Это мелочь. Мелочь. Но нет ничего важнее мелочей. От любой, даже самой ничтожной мелочи, можно протянуть цепь логических рассуждений. На этом и построен мой метод дедукции. А как это выглядит на практике? Пожалуйста. Возле трупа полковника Эшби находят окурок сигареты. Сигареты той же марки лежат в портсигаре полковника Эшби. Кто, по-вашему, выкурил сигарету? Полковник. Так думает и полиция. Я неопровержимо доказываю, что полковник не мог этого сделать. Полковник носил большие пышные усы. А окурок сигареты был очень маленький. Он бы просто опалил себе усы. Да, да, да. Ну, потом, по следам зубов на окурке, еще по кое-каким признакам. Я определяю убийцу. Это племянник полковника. Потрясающе. Скажите, почему вы не идете работать в полицию? Никогда. Пусть они ко мне приходят. Да они так и делают, когда у них попадается какой-нибудь запутанное дельце. Вы хотите сказать, что вы можете распутать преступление, не выходя из комнаты? Можно. Не всегда, конечно. У меня большая агентура. Старьевщики, горничные, уличные мальчишки. Они доставляют мне самые необходимые сведения. Скажите, Холмс, а тот пакостный старикашка, помните? Ну, который зашел к вам в комнату и таинственно исчез. Тоже ваш агент? Добрый вечер! Мистер Холмс, вас ожидает молодая леди. Добрый день, сударыня. Добрый день. Меня зовут Шерлок Холмс. Прошу вас, пройдите в гостиную. Это мой друг и ассистент доктор Ватсон. При нем вы можете быть вполне откровенны. Вы дрожите, вам холодно? Это не холод, мистер Холмс. А что же? Страх. Вам нечего бояться. Я надеюсь, мы все уладим. Вы просто устали. Рано поднялись, долго тряслись в двуколке, по плохой дороге, потом ехали поездом. Откуда вы знаете? У вас за манжетом обратный билет. Потом левый рукав вашего жакета обрызган грязью. Пятнышки совсем свежие. Так можно обрызгаться, только сидя в двуколке, слева от кучера. Да, все так и было. Конечно, чему я удивляюсь. Мисс Фарентош говорила мне, что вы прямо волшебник. Фарентош, ага. Дело об исчезнувшем кузене. Это она прислала вас ко мне. Да. И просила. Просила благодарить вас еще раз. Помогите мне, мистер Холмс. Помогите, иначе я сойду с ума. Самое ужасное, что мне никто не верит. Над моими страхами смеются. Даже мой жених говорит, что это бред нервной женщины. Расскажите, пожалуйста, все подробно. Обещаю вам, что здесь над вами никто не будет смеяться. Зовут меня Эллен Стоунер. Я живу в Сарее, в поместье моего отчима, доктора Ройлота. Он долгое время служил в Индии, но карьера его кончилась самым неприятным образом. Должна вам сказать, что это человек бешеного нрава. У них в роду все такие. И вот доктор Ройлот избил до смерти своего слугу-индуса. Он долго сидел в тюрьме. Ему даже грозила смертная казнь. Но как-то он сумел выкрутиться и вернулся в Англию. Вернулся, правда, совсем без денег. Здесь он встретил мою мать. Вдову с двумя маленькими дочерьми. У меня была сестра, мистер Холмс. Мы были двойняшки. Мама вышла замуж за Ройлота, и мы стали жить все вместе. У матери были деньги. Не очень большие. Нам хватало, чтобы жить безбедно. Но я не могу сказать, что мы были счастливы. Доктор с нами был груб, не сдержан. Даже мать боялась приласкать нас лишний раз, чтобы не раздражать его. Потом мама умерла, и нам стало совсем плохо. А кому ваша матушка завещала свое состояние? Все деньги она оставила Ройлоту. Но в завещании было условие. Как только мы выйдем замуж, каждый из нас получает третью часть всех денег в приданное. Нам, конечно, хотелось замуж. Хотя бы для того, чтобы вырваться из этого мрачного дома. Но к нам никто не ходил. Соседи боялись Ройлота. Да и ему никто не был нужен. Наконец, моя сестра Джулия встретила человека.